Лаковые, матовые, звездное небо, многоуровневые, с фотопечатью. Натяжные потолки от компании «Фламанд». Специалисты произведут замеры помещения, помогут определиться с цветом и рисунком. Составят проект. Сделайте выбор в пользу красоты и практичности. Компания «Фламанд». 6 лет на рынке Забайкальского края. Защитить древесину и другие поверхности от плесени, грибка, синевы, вредителей и огня помогут надежные средства компании «Синеж». Покупайте в магазине «Центр дезинфекции» на Анохина, 43А. Здесь будет город-сад. Конечно, Читу еще нельзя назвать зеленым и цветущим городом. Зато какие в этом году новые и красивые полисадники. Мы своими руками мастерим цветники и заборчики. Стремление сделать свой двор красивым – это уже похвально. О самых ярких идеях уходящего лета и о их бюджетном воплощении в новом выпуске передачи «Займемся делом». Они созданы, чтобы дарить красоту. Они очаровывают гуйством красок. Они наполняют дом сказочными ароматами. Яркие, нежные, изящные – эти удивительные создания природы цветы. Настоящий уголок зелени – рай для любителей прекрасного. Все это – гринхаус. Гринхаус – это не только изобилие цветов и комнатных растений. Здесь есть все для создания цветущего сада. На полках просторного магазина выстроились в ряд разнообразные кашпо для растений – пластиковые, керамические, терракотовые. Притягивают своей яркостью парад декоративных фигур. Только представьте, как мило будут смотреться на дачном участке очаровательные божьи коровки, вальяжно греющиеся на солнце лягушки, грибы на крепких ножках. Своё место на книжной полке или на окне займут плетёная корзинка, парочка забавных такс, зелёная улитка или любой мультипликационный персонаж. Самый красивый, приятный. Самый хороший – очень хороший коллектив. Девчонки приветливые, очень жизнерадостные. Всё красиво оформили. Вашему красивому бизнесу, конечно, хочется пожелать быстрого развития. Вы молодцы, дадите людям красоту. Большое развитие вообще классно, хорошие цены недорогие. Александр – первый покупатель зелёного дома. Своей семье он решил подарить настоящий бассейн. Для создания тропического уголка ему не хватало лишь экзотических пальм. Флористы помогли определиться с выбором и презентовали ему плетёные лапти. Для того, чтобы мужчина почаще заходил в цветущий салон. Приглашаем вас посетить наш новый оптово-розничный флористический центр. Мы занимаемся составлением букетов любой сложности, оформлением свадеб и торжеств, цветочными композициями и арками. Также мы занимаемся ландшафтным дизайном, а именно альпийские горки, пруды, зимний сад. Всё для ландшафтного дизайна. Декорирование дома, ухода за цветами. Огромный выбор материалов для флористической работы и невероятно доступные цены. Новый цветочный центр приглашает к сотрудничеству оптовых покупателей и предпринимателей. Гринхаус создан, чтобы удивлять. Лазов 117. Этим летом жильцы дома на улице Таёжная смогли удивить весь город. Многие специально приезжали посмотреть на этот чудо-дворик. И действительно, чего здесь только нет. Избушка почти на курьих ножках, настоящая плетёная изгородь. Яркие, как солнце подсолнухи, невиданные зверушки. Действительно, летом мы даже мыслим красиво. И всё-таки зима неумолимо приближается. О том, как сделать дом теплее и при этом не потратить целое состояние, мы расскажем в наших следующих сюжетах. Ветреная, дождливая, солнечная или пасмурная. В Забайкале погода за окном может меняться несколько раз за день. Если управлять ею мы не в силах, то повлиять на погоду в доме вполне реально. И тут на помощь приходит современное климатическое и отопительное оборудование. Ни жара, ни предстоящий холод не пугают тех, кто вовремя его установил. Евгений Гришин вот уже много лет живёт за городом. Он-то уж точно знает, для обогрева здания котлы – вещь незаменимая. Поэтому осенью решил заменить старый котёл на новый, более экономичный. Мне понравилось, что котлы с большими печками, то есть можно большими дровами топить. Большое разнообразие. Работающие на разном виде топлива, они способны обогреть любое помещение – от 50 до 5000 квадратных метров. Причём в некоторые из них дрова можно закладывать всего один раз в неделю. Верхний рожек с топлива прогорает сверху донизу, эффект свечи получается. То есть таких ещё в России котлов не придумали. А вот любители попариться оценят печи для саун и бань отечественного производства. И, конечно, какой же семейный очаг без камина – электрического или дровяного. У нас большой выбор банных печей, около 40 видов, отопительные печи, печи для гаражей, для ангаров, для теплиц, водонагреватели, радиаторы. То есть всё, что связано с отоплением и водоснабжением. Компания «Теплосибирь» вот уже несколько лет работает в сфере оптово-розничной торговли насосным, климатическим и отопительным оборудованием. Здесь есть всё для частных домов, жилых комплексов и промышленных объектов. Сеть магазинов «Теплосибирь». Тепло приходит из Сибири. «Мой дом, моя крепость» говорят в народе. Как приятно, вернувшись после трудного дня, окунуться в мир спокойствия и домашнего уюта. Главное, чтобы каждая крепость была надёжная, тёплая и долговечная. А помогут в этом современные строительные и отделочные материалы. В надёжной гидроизоляции нуждаются фундамент, кровля и полы. Битумные мембраны, геомембраны, бентонитовые маты или проникающая гидроизоляция. Эти материалы обладают высокой стойкостью к замерзанию, перепадам температур и повышенной влажности. Такая гидроизоляция станет надёжной преградой на пути сырости к вашему дому. Хорошая теплоизоляция сохранит тепло зимой и прохладу летом. Каменная вата сегодня самый популярный материал. Для её производства используются базальтовые породы. Прочный как камень, такой материал сохранит не только тепло, но и обеспечит звукоизоляцию, а также послужит противопожарной защитой сооружения. Для тепловой и шумовой изоляции используется стекловата. Упругое и мягкое стекловолокно незаменимо в облицовке неровных поверхностей и конструкции любой формы. Эти материалы идеально подходят для утепления наружных стен или чердачных перекрытий. И, наконец, крыша любого дома или помещения нуждается в качественной кровли. Андулин, профлист, а также различная черепица. К примеру, гибкая рулонно-битумная подходит для гражданского строительства промышленных помещений и гаражей. Лидер продаж – высококачественная гибкая черепица «Шинглос». Это первый в России продукт премиум-класса. Двойной слой этого материала обладает повышенной прочностью и ветроустойчивостью. Он предназначен для оригинальных дизайнерских решений. Такая крыша не только спасет от непогоды, но и придаст дому эстетичный вид. Все виды отделочных материалов – фанера, ГВЛ, ГКЛ, СМЛ, смесик науф, циризит, геркулес. Рулонные и традиционные кровельные материалы – рубероид, экстрадированный пенополистирол, мастики, фасадные облицовочные панели, утеплители, сайдинг, водосточные системы, мансардные окна, добавки в бетон. Все для внутренней и внешней отделки предлагает торговая сеть «Техно Николь». Корпорация «Техно Николь» – это комплексный мультибрендовый производитель строительных материалов и решений для теплоизоляции в промышленном гражданском частном домостроении, а также для транспортных сооружений. Специалисты компании помогут сделать правильный расчет необходимого количества материала со склада и под заказ, а также доставят и разгрузят товар на объекте. Торговая сеть «Техно Николь», улица Трактовая, 49. В народе любят говорить – ремонт в квартире сродни стихийному бедствию. Кругом шум, беспорядок, неразбериха. И даже если покраска полов и установка окон способны выбить из привычной колеи, то капитальный ремонт промышленного помещения и вовсе покажется глобальным переворотом. 12 лет назад администрация бассейна «Нептун» подошла к ремонту серьезно. Главным помощником в борьбе за порядок стали новейшие технологии. В подвале прямо под бассейном установили гофрированные трубы. Они находятся в основе теплого пола, который обеспечивает подогрев всего помещения. Спустя годы трубы выглядят как новые и в ремонте не нуждаются. В последнее время нержавеющие гофрированные трубы получают все больше популярность у населения. Это как и в частном секторе, так и на промышленных объектах. Это объясняется тем, что данная технология очень надежна в эксплуатации и проста в монтаже. А это частный дом площадью 110 квадратных метров. Всего неделю назад здесь был закончен монтаж отопительной системы. Старые черные, уже проржавевшие трубы специалисты заменили на новые блестящие долговечные гофрированные. Мы с вами находимся на строительном объекте, где произвелся монтаж гофрированной нержавеющей трубы. Данный монтаж произвелся очень быстро, уложились в три дня за счет быстрых и легких переходов и легкого монтажа трубы. Действительно, монтаж трубы занимает считанные минуты. А все потому, что не требует специального инструмента и квалифицированной рабочей силы. Гофрированная труба используется как для отопления, так и для теплого пола водопровода. Очень компактно, долговечно, выглядит эстетично и не требует покраски. При необходимости покраски стены или поклейки обоев, можно систему отопления легко отодвинуть. Без повреждения ее целостности. Теперь гофрированную нержавеющую трубу можно приобрести не только в отделе «Умная сантехника» рынок «Солнечный», но и в других магазинах города. Фирменные стенды представлены в магазине сантехники «Термолюкс» по адресу Бутина, 44, на рынке «Мегастрой», «Вокзальная 3», «Павильон 4», в магазинах «Прораб», «Авиационный 1», «Агинский тракт-25», а также в магазине «Экспострой», «Чкалова, 144». Из чего только четинцы не делают цветочные клумбы. Вот уж где полет фантазии безграничен. В ход идут старая утварь, всевозможные банки, тазы, чайники, отслужившие свой век автомобильные шины, деревянные бочки, ящики, коробки и даже предметы гардероба. Вот как можно украсить свой родной двор. А как оформить помещение, к торжественному случаю, знают флористы. Белое платье, невесомая фата, искреннее поздравление, слезы радости и счастья, обручальные кольца в знак любви и верности, и, конечно же, цветы. Свадьба – одно из самых ярких и запоминающихся событий в жизни каждого. И оформление этого праздника должно соответствовать трогательной красоте момента. Не менее важным, чем букет невесты, является гармоничное украшение банкетного зала. Только живые цветы наполняют пространство своим теплом. Они создают романтическое настроение и говорят о любви. В этом классическом оформлении зала ресторана флористы использовали минимальный набор белых цветов – розы, ирисы, хризантемы, эустомы и гипсофилы. Семь нежных, не спадающих букетов разместились на столе молодоженов, задав тон элегантности и утонченности. Цветочные композиции на высокой ножке подхватили общее настроение и придали атмосфере торжественность. Оригинальная пирамида из бокалов, наполненных цветами, подарила изящество залу. Свисающие с потолка объемные шары и сердца, ленты с бабочками на люстрах и светильниках наполнили помещение легкой воздушностью. А милые цветочные комплименты на салфетках приятно удивили каждого гостя. Цветочное оформление свадебных автомобилей, банкетных залов, гостиничных номеров для новобрачных и выездных регистраций предлагает Дом цветочной моды «Цветы энддизайн». Флористы-дизайнеры работают в различных техниках и стилях. Кроме того, предоставляются услуги по декорированию, драпировке и прокату свадебных аксессуаров. Дарите любимым цветы и хорошее настроение вместе с Дом цветочной моды «Цветы энддизайн». Каждый дом индивидуален и прекрасен по-своему. Изо дня в день мы стремимся к красоте, создаем тепло и семейный уют. А все для того, чтобы после насыщенного событиями рабочего дня переступить порог квартиры и погрузиться в свою, домашнюю, отвечающую внутреннему миру атмосферу. Главное место отдыха в доме – это спальня. Пусть в ней преобладают мягкие тона, приглушенный свет, плавные формы. Теплоту натурального дерева и элегантный дизайн внесет в интерьер спальни в классическом стиле. Интересный современный дизайн имеет спальный гарнитур из коллекции «Сакура». Японская вишня символизирует весеннее цветение, надежду и женское начало в природе. Гостиная – самая многофункциональная комната. Здесь и работают, и отдыхают, и гостей принимают. Гостиная в Венеции – это изящный корпус, бронзовые ручки, интересно декорированное стекло. Сочетает в себе простоту и минимализм деталей, стиль модерн. Прозрачные стекла, немного дерева, металлические ручки – все это создает впечатление легкости и современности. Модульная мебель – самая функциональная. Она позволит составить любые композиции с учетом всех особенностей помещения. И все-таки самая теплая, самая уютная, самая оживленная комната в доме – это кухня. Если у вас светлая квартира, выбирайте кухню в цвете «Орех». Она излучает тепло и традиционную роскошь. Если же темная, то предпочтительнее будет кухня в цвете «Беленый дуб», которая отвечает всем модным европейским тенденциям. Дом мебели «Атриум» – представитель иркутской фабрики в Чите. Современную модульную качественную мебель изготавливают на итальянском и немецком оборудовании. В ассортименте стенки, детская и молодежная мебель, мягкие уголки, диваны, кушетки, а также ковры по низким ценам. Постоянное обновление ассортимента, акции и скидки, остатки товара по сниженным ценам, оформление кредита на месте – все это «Дом мебели Атриум» на Горького, 62. Климат в Забайкале резкоконтинентальный. Зима продолжительная и суровая, а лето жаркое. Зарегистрированный абсолютный минимум – 58 градусов, а абсолютный максимум – 38-40. Что делать, если за окнами минус 40, а дома столбик термометра не поднимается выше 18 градусов? Утеплять помещение. В этом нам поможет современная изоляция и различные виды отопления. Радиаторы, инфракрасные обогреватели, электропанели, тепловые вентиляторы. Они будут поддерживать комфортную температуру в доме. Для промышленных помещений подходят тепловые завесы и пушки. Они создают мощный тепловой барьер, тем самым не позволяя нагретому воздуху покидать помещение. Еще одна вечная проблема – перебои с горячей водой. В таких случаях на помощь приходят водонагреватели. Уделите особое внимание и питьевой воде. Ее качество можно увеличить в несколько раз благодаря фильтру, ведь он задерживает хлор и другие вредные для организма вещества. Дома жарко, в офисе душно. Можно ли отрегулировать температуру в помещении? Можно. Устанавливайте кондиционер. Комфортная температура оказывает благоприятное воздействие на самочувствие. Если вы решили приобрести кондиционер, помните, необходимо учесть тип помещения, площадь, высоту потолков, размер окон и многое другое. Как бороться с сыростью и плесенью на стенах, пылью и неприятными запахами в квартире или доме? Для того, чтобы в доме не было душно, пыльно и сыро, устанавливайте систему вентиляции. Она обеспечит вас свежим воздухом, комфортным микроклиматом, уменьшит концентрацию углекислого газа и других вредных веществ в воздухе. И еще, для хорошего самочувствия нам просто необходим увлажненный чистый воздух. Поэтому используйте увлажнители и очистители воздуха. Компания «Мир климата» предлагает весь спектр климатического оборудования. Также в ассортименте изоляция, электрика, осветительные приборы и все виды комплектующих. В любое время, при любой погоде. Пусть в вашем доме царствует уют. А еще свежий воздух и хороший микроклимат. Все, что климат создает, наша фирма продает. Компания «Мир климата», магазин «Киловатт», торговый центр «Город мастеров», павильоны 69-27. Безопасность ребенка. Что может быть важнее для родителей? Ваше отсутствие любознательное чадо может побывать во всех укромных местах дома. Проверить содержимое шкафов и кастрюль, побаловаться с бытовыми приборами, затеять тысячу милых шалостей. Поэтому, уходя из дома, спрячьте подальше все медикаменты, режущие предметы, выключите воду, газ и строго-настрого накажите ребенку. Незнакомцам дверь не открывать. Каждым маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм с рычатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами прыгать, а иначе он сорвется, трапа-бахнет его. Да и сами детки должны знать элементарные правила безопасности. Электричество, наш друг, не любит детских рук. Доктор Селесаря ли фальшивый вам звонит без перерыва? Стоит, пускай звонят, хоть три тысячи лет подряд. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Однако главный источник повышенной опасности для ребенка в доме – это окно. Нередко москитные сетки создают иллюзию безопасности. На самом деле при нажатии на нее крепления могут лопнуть. Также лучше отодвинуть от окна детскую кровать и другие предметы, по которым ребенок может попасть на подоконник. А для того, чтобы окно случайно не открылось, установите детский накладной замок. Детский замок, предлагаемый нашей компанией, позволит обезопасить ваших детей. Он работает следующим образом. Вы закрываете замок на ключ, ключ убираете в надежное место. Даже если ребенок сможет повернуть ручку, он не сможет открыть окно. Но при этом откидная функция будет работать, и вы сможете проветривать помещение. Компания «Окна и двери» 5 лет на Читинском рынке. Является официальным дилером завода «Окон Алюком», обладателем различных сертификатов качества, многочисленных благодарственных писем. Компания занимается установкой пластиковых окон, натяжных потолков, межкомнатных дверей, остеклением балконов и лоджий. Опытные специалисты помогут обезопасить ваших детей и установят накладные замки. Компания «Окна и двери» Ленина, 17. Такую замысловатую композицию чаще можно увидеть в дизайнерском каталоге, чем в обычном дворе. В гостях у настоящего мастера, которому под силу воплотить самую необычную идею в жизни побывала Лилия Закирова. Все на этом участке, площадью 20 соток, дом, баня, вот эти удивительные вещи, многое другое сделано одним человеком. И его золотой рукой. И вот сейчас я хочу спросить. Здравствуйте, Света. Здравствуйте, Вадим. Привет, Леночка. Ну, как так возможно, что человек с одной рукой может делать вот это все? Мне кажется, дело все-таки в том, что он очень любит просто трудиться. Труд. Сначала этому как бы не было даже намека. Он не любил огород, не любил, скажем так, дачу. А потом, как-то вот после 30 лет, такое появилось увлечение. И, видимо, это какая-то, мне кажется, самореализация человека. Вадим, да я тебе его пожму. Ага, спасибо. Спасибо, Леночка. Рассказывай. Ну, собственно, началось, вот действительно, Светлана сказала, что началось с земли. Я всегда считал, что земля – это основная ценность. Когда только начали сделать участок, построили гараж, который потом пришлось переделывать. Построил не я, а, собственно говоря, строители. А потом все практически пришлось переделывать. Вот я черпаю это, собственно говоря, от природы, видя там вот такое дерево, которое стояло, сгнило, упало, его маленько доработал. Ну, что сь, вот природа, собственно, и все. Мне кажется, дизайнерский. Да, ну, какой я дизайнер. Я хочу с детьми, и, может быть, даже с детьми, которые, ну, обделены физически, заниматься, скажем так, сделать такое направление, как работа вот с этими корягами, там, с природным материалом, чтобы они сами нашли, может быть, себе вот эту жилку, да, кто-то себя нашел и занимался как раз вот этой деятельностью. То есть там из пня корявого, трухлявого можно сделать, например, там, кресло, там, еще что-то, ну, чтобы была какая-то самореализация. Хочется увидеть дом. Посмотрим дом. Ну, получается, дом ты тоже отделал камнем. С реки я, собственно говоря, вот возил на себе. Сам придумал технологии, как это все наклеить, как все сделать. Ну, можно же было сделать проще. Купить лист какой-нибудь там и зашить. Вот зачем ты так вот усложняешь все? Ну, видимо, вредная натура, то есть, как бы, придет идея, вот я ее стараюсь как-то реализовать. В прошлом году мы ездили в Кедрач на месяц, били орех, ну, и я вот ходил и, собственно говоря, чуть не плакал, сколько пропадает там материала вот этих коряк, там вообще таких гнилых корявых вот таких вот. Это, собственно говоря, все из мертва дерева вот это сделано. Когда ты увидел вот этот материал, ты сразу понял, куда ты его... Ну, его долго искал достаточно, и потом с помощью друзей затащил его, и дома уже обработал. Ну, так грубовато обработал, но тем не менее. Ну, теперь это арт-объект практически, да? Ну, как бы, да. Ну, и в доме тоже сделал все сам. Ну, да, пришлось там, вот, ну, начиная с фундамента с ребятами заливали, они помогли мне, хорошие ребята. Потом вот первую ступу, вот эту первую комнату, ну, мне, так сказать, это сделали люди. А дальше остальные стены, там, большинство стены сам. Крышу мне мои дети уже помогли, потому что я греху своему, так сказать, боюсь и высоты, и сложно там шестиметровый лист пялить туда наверх. Ну, а потом уже, когда стояли стены, пришлось, так сказать, их, ну, доводить до ума, чтобы все было, ну, достаточно функционально, скажем так. До красоты к тому времени не было, ну, как бы, дела. Вот, например, кровати появились тогда, когда, ну, возникла потребность спать здесь. И сделал вот кровати, потом, значит, возникла проблема отопления, то есть печи. Взял книгу, там схемы прекрасные, все расписаны, ну, понять их достаточно просто. Сложил одну печь, она плохо функционировала. Сложил другую печь, она стала функционировать нормально. Когда полы были, ну, черные, стены темные, пришлось, ну, собственно говоря, вот, покупать доски, потом сушить их, строгать, ну, и, как бы, это все вот, ну, и нарисовалось постепенно. Где-то валялся старый комод, например, пришлось этот комод взять, почистить, залакировать. Постепенно набираешься опыта, желания, ну, и, как бы, вот, живем. Мебель своими руками. Да, ну, и мебель. Поскольку зарплата педагога весьма скромная и дополнительные доходы, так сказать, не вывозят, то приходится, ну, скажем так, и думать, ну, и, как бы, жить, жить. Не стоит отчаиваться ни в какой сложной ситуации. Надо постоянно работать, прежде всего, над собой. Можно плакать, можно рыдать, можно жаловаться, а можно работать. Работать и быть счастливым в любой, в принципе, жизненной ситуации. Приезжайте к нам в гости, да, почаще. Даже без камеры можно. Спасибо. Каждый дачник мечтает иметь на своем участке вот такой красивый пруд. Оказывается, сделать его совсем несложно. Достаточно закопать в землю любую емкость, например, ванну, заполнить ее водой, озеленить поверхность. Вот вам и идея для собственного цветущего оазиса. Здравствуйте. В последние дни уходящего лета так хочется побаловать себя яркими красками. И сегодня я покажу вам простую, но очень изысканную композицию для чайного стола. Мы будем использовать такую вазу для фруктов, цветочные головки, побеги плюща, веточки боярышника и ягоды и фрукты. Я налила в нашу вазу немного воды. Начнем мы с укладывания цветочных головок. Мы берем розу. Крупные цветы по одному располагаем на каждом ярусе. Гвоздику. Цветы мы выложили. Это самые главные элементы в нашей композиции. И старайтесь, чтобы стебелечки цветов доставали до воды. Теперь мы начинаем укладывать веточки боярышника. В любом порядке, в котором вам хочется, вы укладываете их на каждый ярус. Стараясь не закрывать ими бутоны цветов. Побеги плюща придадут живость нашей композиции. Укладываем грузди винограда. Пусть он немного свисает с нашей вазочки. Теперь добавляем абрикосов для цвета. Слива. И завершаем нашу композицию ягодами смородины и малиной. Наша этажерка с цветами и фруктами готова. Ее мы ставим в центр стола. Наш чайный стол готов. Мы дополняем нашу аранжировку еще вот такими вот красивыми композициями, сделанными на основе половинок арбуза. Здесь мы используем те же самые цветы, что и на цветочной этажерке, и фрукты. Еще около каждой чашки уместно будет расположить вот такой фруктово-цветочный комплимент. Это будет приятно каждому гостю. С такими украшениями можно не только любоваться, но и полакомиться. Ягодно-фруктовое настроение вам сегодня дарила сеть цветочных салонов «Оазис». До новых встреч! Мода на мебель также изменчива, как и на одежду. Ежегодно меняются идеи, формы, детали. Каждый сезон нас ждет что-то новое, особенное, интересное. Каковы тенденции этого сезона? Узнаем прямо сейчас. Флористический стиль сегодня на пике популярности. Красочные цветы можно встретить не только в теплицах ботанического сада или на клумбах читинских садоводов. Погрузиться в атмосферу солнечного лета можно на диване с флористическим декором. Объемные розы или скромные полевые цветы. Когда диван «Цветочная поляна» и настроение становится по-настоящему летним. Цветочный декор, геометрический рисунок, восточный стиль или искусственная кожа – выбрать есть из чего. Яркий и живой звериный принт. С ним главное не перемудрить. Он не терпит конкуренции и способен даже в самый заурядный интерьер внести настроение дикого сафари. А на такой мягкий уголок запросто можно усадить всю многочисленную семью, включая бабушек, дедушек и даже многочисленных родственников. Классика актуальна во все времена. Гостиные в этом сезоне отличаются простотой и сдержанностью. Столы, наоборот, покоряют своей современностью. Работать за таким многофункциональным столом – одно удовольствие. Разложить по шкафчикам блокноты и документы, накупить канцелярии, поставить компьютер и удобный стул. И вот, рабочая обстановка готова. Новый мебельный склад «12 стульев» – это пять залов красивой, качественной и при этом недорогой мебели. Обеденные группы, шкафы и прихожие, кухни, украшенные фотопечатью, детские столы и стулья всех цветов. Возможность заказа по каталогу, бесплатная доставка и подъемный этаж корпусной мебели. Оплата как наличными, так и банковской картой. Оформление мебели в кредит и вполне доступные цены. Мебельный склад «12 стульев» – «Лазо 112А». В следующем выпуске передачи Лилия Закирова расскажет вам о сложностях начала отопительного сезона. Мы же желаем вам успешного воплощения всех идей в жизнь и всего доброго! Лаковые, матовые, звездное небо, многоуровневые с фотопечатью. Натяжные потолки от компании «Фламанд». Специалисты произведут замеры помещения, помогут определиться с цветом и рисунком, составят проект. Сделайте выбор в пользу красоты и практичности. Компания «Фламанд». Шесть лет на рынке Забайкальского края. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова